Ксения Садукова вместе с мужем приобрела землю в Кандапожском районе площадью чуть больше 1 гектара 5 лет назад. Захотела заниматься своим делом. Основным направлением выбрали выращивание клубники. Сейчас в холодильнике при постоянной температуре минус 2 ждут высадки 75 тысяч растений. Этот холодильник я делала сама, своими руками, из-за недостатка финансирования. Ну, конечно, хотелось, я люблю делать всё сама. Саженцы заморожены, и они такие должны быть до высадки. Размораживаются только в день высадки. Фермеры сами делают буквально всё. И дом построили, и землю подготовили, и даже электричество соорудили. Установили солнечные батареи, полезно для экологии. Мы с мужем вместе смонтировали, подключили, и два года мы жили исключительно на этих батареях. А в Карелии они распространены? В Карелии я не видела больше ни у кого. Хотя наш климат карельский позволяет. Длинный световой день, и батареи работают на максимум. Пока обживались, присматривались и к разным сортам клубники. Оценили вкус, урожайность и готовность переносить суровый карельский климат. На этом поле у нас высадка прошлого года. Здесь растут сорта самые надёжные. Это полка, корона. Считаются самыми вкусными. Вообще, это лонами вкуса. В километре от основного поля находятся дополнительные земли. Совсем недавно они были неухожены и никому не нужны. В этом году подготовлено уже 3 гектара земли к высадке новых саженцев. Всего в аренде у семьи находится более 38 гектаров. Через 5 лет фермеры планируют засадить весь участок, а выкупить земли уже через 2 года. В этом должен помочь Гранд Агро Стартап в размере 2 миллионов рублей, который выиграла Анастасия. За 300 тысяч купят новую насадку для трактора – дисковую борону, которая подготавливает поля перед вспашкой. Остальные средства направят на закупку посадочных материалов. Это должно увеличить показатели продаж произведенной продукции и, соответственно, приумножить капитал. В этом году, конечно, погода подвела. Затяжная весна сбила все планы. Резкое потепление и приходится прополку, обработку, выводить из зимы, из стресса растения. Это все одномоментно. В прошлом году за сезон было собрано 4 тонны ягод с гектара. По условиям Гранда к 2026 году показатели должны вырасти до 30 тонн. Клубнику будут продавать в Контопике и на двух точках в Петрозаводске. А пока старшие члены семьи занимаются взрослыми делами, их 4-летний сын создает собственную гусиную ферму. От рассвета до заката своими силами фермеры вспахивают землю и путь к своей мечте. С увеличением объемов им понадобятся помощники. В планах у семьи создать минимум 20 рабочих мест, чтобы каждый житель Карелии успел вкусить сладкую ягоду. Татьяна Калиева, Владислав Бутников, деревня Большое Воронова, Служба новостей.